Мы продолжаем. В начале недели с космодрома Восточный стартовала вторая в истории площадки ракета-носитель Союз. С момента первого запуска прошло больше года. Напомню, что первый Союз с Восточного запустили 28 апреля 2016 года. Тому событию предшествовали не только долгая подготовка, но и обсуждения с жителями некоторых районов Якутии. Все потому, что в 2015 году на территории Вилюйского, Верхневилюйского, Жиганского, Алданского и Олегминского районов было принято решение создать зоны падения отделяющихся частей ракеты. Тогда этот вопрос был бурно воспринят общественностью. Во-первых, необоснованный страх того, что части аппарата могут упасть в населенные пункты. Во-вторых, токсичность ракетного топлива гептила. Эти вопросы и обсуждали, в том числе на парламентских слушаниях, но уже тогда представители Роскосмоса уверяли, что населению ничего не угрожает. Зоны падения расположены достаточно далеко от ближайших поселений, а в качестве топлива для ракеты гептила вообще не используется. Вместо него сегодня смесь кислорода и керосина. В итоге 28 апреля 2016 с Восточного стартовал первый Союз, он вывел на орбиту три спутника. А здесь на Земле специалисты приступили к поиску отделяющихся частей ракеты. Правда, погодные условия, если быть точнее снежный покров, не позволил приступить к работе моментально. Поиски тогда перенесли на месяц, ожидая, когда растает снег. Единственный фрагмент, который удалось найти почти сразу, двигатель. Его сразу обследовали экологи. Они не обнаружили никаких радиоактивных веществ. Также приборы показали, что после запуска ракеты никаких изменений окружающей среды не произошло. И вот спустя полтора года с Восточного стартует второй Союз 2.1.б. Траектория полета идентична первому запуску. Вторая ступень и головной обтекатель должны приземлиться на территории Алданского и Вилюйского районов. Туда специалисты Роскосмоса прибыли заранее, чтобы обеспечить в случае необходимости безопасности и моментально приступить к поиску. Правда, опять не учли погоду. В Алданском районе из-за мороза не удалось использовать радар, чтобы установить координаты падения и использовать беспилотник. Не очень гладко для Роскосмоса прошла и сама миссия. Да, ракета взлетела, дошла до минимальной орбиты. Далее спутники до орбиты основной должны были доставить на разгонном блоке фрегат. Он-то по предварительной версии и дал сбой. В итоге со спутником не удалось установить связь. Подробнее о запуске 28 ноября 2017 года расскажет Любовь Васильева. Мы находимся в городе Циолковский на Восточном космодроме. Здесь минуту на минуту стартует вторая ракета-носитель «Союз-21Б». 28 ноября ракета была запущена с космодрома Восточный в намеченное время в 8.41 по Москве. За событием пристально следили представители федеральных и зарубежных СМИ телеканалов. По приглашению Роскосмоса делегация Якутии тоже стала свидетелем этого события. Представителям республики показали технические объекты, ознакомили с процессом сборки ступеней. Мы специально съездили к космодром Восточный, чтобы убедиться безопасности используемого для ракет-носителей топлива. Там действительно не предусматриваются никакие особые меры безопасности, которые характерны при использовании каких-то токсичных веществ. Поэтому ракет типа «Союз» и ракет «Ангара», которые будут в будущем запускаться с этого космодрома, будут использовать и используют в качестве топлива семейские российские кислороды. Первый гражданский космодром России строили пять лет. Весь комплекс занимает площадь в 42 гектара. В более 120 объектах в одну смену работают 2000 человек. Помимо укрепления международного сотрудничества, космодром выступает гарантией социальному развитию региона. В Циолковском строятся новые дома, создаются рабочие места для всего Дальнего Востока. Госкорпорации несет ответственность перед регионами, где падают отделяющиеся части ступеней. Именно в местах падения остатков ракет, отделяющихся части ракеты, находятся наши районы, в которых проживают коренные народы СРТЛ. Олегминский, Алданский, Жиганский. И по траектории 2019 года, который планируется запускаться, будут подпадать еще Кобяйские и Оленековские районы. И поэтому Роскосмос будет проводить также экспертизу второй своей траектории. И таким образом высчитывается ущерб. Соответствующие небольшие компенсации получают те общины или организации коренных народов, которые находятся в этих местах. В первые минуты после старта в Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры начали поступать данные по отделившимся частям ракеты. Мы сейчас подключаем наших коллег, которые нас обеспечивают из информации из наших спутников, которые осуществляют зондирование Земли. Соответственно, мы точно определяем местоположение всех этих отделяющих частей. Кроме того, мы задействовали дроны. После отделения от третьей ступени спутник «Метеорни» вышел на связь. Госкорпорация сообщила о возникшей нештатной ситуации. Ракета с разгонным блоком «Фрегат» должна была вывести на орбиту 19 спутников, в том числе 17 иностранных. Тем временем в Вилюйском районе сразу начали искать части ракеты-носителя. Через пять минут после запуска жители села Югюляции увидели падающие обломки и услышали грохот. На месте, по показателям радаров, работники Роскосмоса запустили беспилотники. Те фрагменты, которые мы предполагаем вывести из районов падения, они временно будут заскладированы в нашем полевом лагере, чтобы еще лишний раз доказать в том числе местным жителям, что мы находимся рядом с ними и не боимся ничего. То есть косвенно утверждаем, что там нет гептилы, там нет радиации. Все фрагменты с районов падения мы планируем вывести в возможно короткие сроки. Пока мы планируем погрузить на машину, если дорожные условия нам позволят, и вывести их для дальнейшей утилизации. Части пока не найдены, поиски продолжаются. За два дня специалисты из четырех мест взяли пробы снега, измерили радиационный фон. 1 декабря состоялось заседание аварийной комиссии по выяснению причин нештатной ситуации, произошедшей во время пуска ракеты-носителя, по итогам которого Роскосмос на своем сайте вывесил информацию о предварительных выводах. Проведенные расчеты показали, что наиболее вероятное место падения головной части – северная сторона Атлантического океана. Госкомиссия подведет итоги работы 15 декабря. Напомним, третий запуск с космодрома запланирован 22 декабря. Любовь Васильева, Георгий Григорьев, Анна Васильева.